И как это? Мама, папа, я буду поваром, на что я слышу Какой повар? Типа, да выбери нормальную профессию Ну я тебе открою страшную тайну Что-то в 30, там, в 35 идет, вешается, прыгает с моста Пускает себе пуль в лоб А что для тебя конечный этап? Там свадьбы, корпоративы, похороны Ты можешь быть кем хочешь Я Никита Морозов, и я в друзьях у Валеры Всем привет, мы на канале BakeNoFake Меня зовут Валера Садко И сегодня у меня в друзьях мой бывший коллега И по совместительству друг Никита Морозов Постоянно забываю эту фамилию Всем привет, я Никита Морозов И я в друзьях у Валеры Ну что, Никита, расскажи Вот я у тебя уже уточнил 4 года опыта у тебя Как это вообще? Как ты можешь описать это время для себя? Это вот так И все И время идет Все очень быстро Ну и вот буквально то, что я 4 Я себя не ощущаю, что я 4 года в профессии Чувствуется, что намного больше Вот А у тебя в этот момент сейчас Больше положительное отношение к своей профессии? Или отрицательное, или нейтральное? К профессии у меня всегда положительное ощущение Все зависит от моментов, где я работаю, с кем я работаю Обстановка разная И обстановка это атмосфера А атмосфера это Я могу хотеть быть в какой-то атмосфере, могу не хотеть А профессию всегда люблю Как ты вообще пришел к профессии к этой? В классе 6 я учился И летом на каникулах в ютубе Мне совершенно случайно в рекомендациях попадается видео Мастер-шеф-дети Небезвестное украинское шоу Мастер-шеф-дети И я такой Блин, так это же так классно! Начинаю смотреть И что-то вот я вцепился Сезон за сезоном Смотрю, смотрю Что-то слышу, какие-то словечки Так мне тоже надо готовить Я такой Так, там услышал брауни Пошел приготовил брауни Там пошел Услышал тирамису Пошел приготовил тирамису И меня начинает это втягивать И в классе 9 я уже такой Со стопроцентной информацией говорю Мама, папа, я буду поваром На что я слышу Какой повар? Типа Да выбери нормальную профессию Да надо университет Ну что там твой колледж Он ничего тебе не даст Я такой Нет, я буду поваром И все Поступаю в колледж И началось И понеслось, да? И понеслось Сколько ты вообще в принципе учился? 9 месяцев где-то плюс-минус Всего 9 месяцев? И какую профессию получается ты получил? Повар 4-го разряда Диплом у тебя, да? Да И дальше что? Какое у тебя первое место работы было после этого? С самого начала я Еще во время учебы у нас началась практика Практика в отеле Double3 by Hilton Minsk Где Валера был шеф-кондитером Вот, кстати, очень интересный момент 1 сентября на линейке у меня выступал Валера У него перестал работать микрофон Он просто откидывает его в сторону И начинает кричать Там стоит публика, но человек, наверное, 150 И Валера просто начинает орать Вступительную речь Ребята, давайте вперед, вы классные Вот Это вдохновило? Абсолютно И я такой Блин, отель, круто Ну, у меня была изначальная мечта Когда я попал на практику Попал в колледж Я уже знал о том, что там существует практика Существует отработка Для меня самое страшное Это было попасть в школу Либо Агрокомбинат Витамины Это которые Делали еду для столовых в больницах И Начинается практика И меня отправляют в отель И я такой Блин, классно Нас приводят в отель Это 22 этажа Чего-то очень богатого Крутого Нам провели экскурсию Ты нифига вообще не запомнил Ну, прям У тебя просто ноль Ты выходишь Ты даже не помнишь, где у тебя лифт А тебе просто надо пройти прямо И ты уже все Ты уже все забыл И все, началось Возвращаясь обратно Вот ты очень хорошо сказал Про то, что Про атмосферу на работе Затронул очень важную тему Да Что такое для тебя Атмосфера на работе Вот допустим Сейчас на последнем Моем месте работы Здесь в Дубае Да Была такая тема О том, что Шеф говорил Типа Я хочу, чтобы все были счастливы Вот, чтобы все были счастливы Все бы все ходили веселые Улыбались Каждый день приходили Просто все расцветали Ну, то есть Что для тебя атмосфера И вот Какой процент счастья Или вот это вот Фан атмосферы Должно присутствовать Ну, для меня Для начала Должно быть Минимум говна Потому что Когда оно есть И кто-то на тебя Начинаются вот эти вот Бычки Там Я на тебя заложу Ты меня заложишь А я его заложу А потом вот это Это очень сильно портит атмосферу Фан должен быть В минималке Ну, там процентов 15 Да Ну, сколько я себя знаю Мы работаем на кухне Мы делаем заготовки Мы работаем в сервис Лютая запара Не знаю Упал сотейник С картофельным пюре Полкухни в картофельном пюре Ты в картофельном пюре И кто-то такой Ну, у тебя руки кривые И все И там начинаются все ржать Там никто не успокаивает Это классно Они Вот сейчас Совершенно правильно ты сказал В Дубае Я ощутил, что такое Плохая атмосфера И Мне хочется Ее видеть дальше Вот В начале своей карьеры О какой работе Ты, в принципе, мечтал? Как ты себе представлял Самую профессию? Для меня это было что-то такое Ну, вот Я, наверное, так ее и представлял Ты там делаешь Какую-то часть времени Заготовки И какую-то часть времени Ты работаешь на сервисе Но Это было такое Типа К тебе подходит шеф Такой Привет, Никита Сегодня мы будем учиться Делать Там Лазанью И он такой Никита Вот так надо делать Лазанью правильно А вот так делать лазанью Неправильно То есть Я всегда хотел учиться Но мне было интересно учиться И поэтому я ожидал То, что оно будет так А оказывается Все не так Я вот даю доску Дают нож Говорят Оливье Ху 20 килограмм Сегодня Через час Должно быть готово Это, кстати В первый день Я пришел Меня отправили на Помощь вставконтина Где надо было накормить Сколько там Ну, 120-130 человек И мне говорят Нарежь Оливье И там просто таз Вот такого размера И говорят Режь А я нож Ну, в первый раз там держу И я такой Ну, классно Будем резать Ну, и вот После таких вещей Для тебя это больше Работа или ремесло? Это 100% ремесло Ну, работа Это электрик работа Ты пришел Увидел щиток Что-то покрутило Но работая Слава богу Пошел дальше А тут Ну, без желания работать Без какого-то горения внутри Ты не сможешь работать Три месяца Полгода И все Ну, то есть По любви А не за деньги 100% И как ты думаешь Сколько можно выдержать так? Или в какой момент Может произойти перелом Что ты начинаешь Ровнодушно Относиться к своей профессии И думать Типа Вот это заработок денег Мне кажется Никогда такое не произойдет Ну, лично для меня Это может произойти Ну, кто-то в 30 Там В 35 идет Вешается Прыгает с моста Пускает себе пуль в лоб Потому что не получил Звезду Мишлена Кто-то В 41 я знаю такого Ну, вот я про эту же ситуацию Наверное и рассказываю И таких ситуаций много Ну, ты всегда горишь Если тебе это интересно То ты будешь гореть Есть, да Безусловно В моей жизни были люди Которые приходили на работу Знали, что им надо Перебрать 20 килограмм баранина 10 килограмм лосося И достать кости Из курицы И как бы Они вот У них есть план Они его сделали Такие Все, спасибо Всем пока Но Намного больше В моей жизни было людей Которые горели И даже вот Говоря про атмосферу Когда ты реально горишь К тебе подходит шеф Там Замахивается сковородкой И кричит на тебя То это на тебя никак не повлияет Что все Я ухожу До свидания И ты не уйдешь С профессии из-за этого Как бы Есть все Есть разное Есть фан Есть не фан Что тяжелее тебе В принципе Вот за эти 4 года Далось в твоей работе В профессии В принципе Тяжелее всего Наверное сейчас Потому что Что-то новое Ты открываешь для себя Новые горизонты Ну, это новая страна Тут совершенно все по-другому Никак было И тяжелее всего Наверное Терпеть это все Как-то Пытаться себя Успокоить То, что Так и надо Подожди еще чуть-чуть Дальше будет легче А в чем принципиальная Для тебя разница сейчас? Ну, вот допустим Я могу со своего Со своего опыта Рассказать Да, я работал в отелях И в ресторанах И везде Но вот сейчас пришел Работать в отель И часто Вот допустим Алена задает мне вопрос А вот ты когда Общаешься с другим Менталитетом Чувствуешь ли ты Эту разницу Или еще что-то И вот по факту С тем, с чем столкнулся я Могу сказать Что все чисто Просто тупо Человеческий фактор Не более И Какие-то вот эти все вещи То есть ты понимаешь Что все зависит от человека И если человек профессионал То он профессионал Если он не профессионал То он не профессионал И не важно Какой национальности В чем у тебя Допустим Какие-то здесь Есть принципиальные разницы Разница Менталитет Мы вернемся И я его вижу Совершенно в другом понять Я не вижу профессионалов Я не видел здесь Ни одного профессионала Повара Либо кондитера В принципе Ни одного профессионала Я здесь не видел Прям абсолютно Люди приходят работать Вот это вот Мы вернемся к тому Что работа Либо ремесло И ребята приходят сюда работать Вот он знает Что он придет в 7.30 Ему надо нарезать Там два ящика хлеба Сварить там Десять килограмм пасты И потом на линии стоять Эту пасту отдавать Они даже не пробуют еду Что было для меня шоком Мы приехали сюда Здесь на кухне Не было ни одной ложки Для штата Как бы люди Не пробовали еду Абсолютно Вот он готовит пасту Вот он там 5 лет работает в компании Вот он знает Что надо добавить Столько, 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 столько И ты потом пробуешь Эту пасту после него Он ее естественно Не попробовал Это невозможно пробовать Ну во-первых Они фигачат эту соль Фигачат эти чили В бешеном количестве И как бы для них Это нормально Но придет русский человек Он попробует эту пасту И это будет дико остро Они опять же Не пробуют ничего Это вот Разница менталитета И вот люди приходят работать То есть ты получаешь Получается ты имеешь ввиду Что культурные аспекты Накладывают определенный отпечаток На профессиональные навыки Да И опять же Человеческий фактор Человеческий фактор Да Это наше любимое В принципе Везде Везде И во всем остальном А что бы ты вот Сейчас Как молодой специалист Который Всего Всего Или уже Четыре года В профессии Что бы ты хотел изменить Или на что бы ты хотел Упор сделать В этой профессии Я бы хотел пойти В какое-то Немножко другое Я хотел бы сменить заведение Что тут говорить Вот Потому что Там где нахожусь я Я здесь не развиваюсь Я хочу развиваться Как бы Кулинария Это такая вещь Там где Ну границ нету И надо всегда Куда-то двигаться А когда ты пять лет стоишь И делаешь пасту Развития никакого Тоже в принципе Что сейчас имею я Я хочу развиваться Понял тебя Такая изменить ты конкретно Что бы хотел в профессии Давай По-другому Наверное задам вопрос Не совсем правильно Я говорю Вот ты Ты поварился уже в этом Поварился в общепите Видишь его там Со своей колокольни И со своей стороны Субъективной Вот ты бы что хотел поменять Именно в профессии общепита То есть Не знаю Подход в обучении Менеджеров сотрудникам Сотрудниками Или какие-то другие аспекты Я не знаю То есть Может Возможно Есть какие-то условия Которые тебя не устраивают Кухонное оборудование Или еще что-то Первое Что хотелось бы изменить Это Как преподносится обучение В наших СНГ странах Это Уровень колледжа Где ты готовишь По совковой книжке Размера А4 Она примерно Вот такая по толщине И весит где-то килограмм Наверное И там Миллион пятьсот рецептур Которые никто Никогда не пользуется Но тебе их надо выучить И Опять же Это обучение Во Франции И Испании И Италии Есть миллионы Кулинарных школ Но Как мы с тобой уже говорили Сегодня ранее Это обучение Стоит порядка Двадцати Тридцати Сорока тысяч Евро Что для Ребята СНГ Это Ну Это Неподъемная сумма Ну Квартиру Можно купить Вот И Опять же Говоря про То Что бы хотел Изменить В отношениях В оборудовании Мне кажется То что все Давно изменено И это все Зависит от твоего От того что ты видишь Как бы В каких заведениях Ты работаешь Стопудово Есть рестораны Где прекрасно Налажена коммуникация Между сервисом Кухней Где ребята Работают На новейшем Оборудовании С крутыми Продуктами Просто до этого Нужно дойти Как ты думаешь Разница Вот в этих Условиях Обесценивается Лев труд Разница В обучении Разница В подходе Менеджеров Разница В подходе В условиях Работы То что вижу Сейчас я Ну вот здесь Конкретно в Дубае Здесь поваром Может стать любой Человек Тринадцать лет Работал в такси Он приходит в заведение Говорит я хочу быть поваром Ему говорят давай Человек там работал Шесть лет электриком И ему говорят давай Это вот к чему я говорил Потому что Человек должен Ты не можешь быть поваром Только потому что Ты такой Типа мне надо где-то работать Я буду работать поваром Это Ну сейчас это реально обесценено Но и опять же Зависит от уровней От уровней заработной платы Человека Как бы Человек с хорошим Бэкграундом Не пойдет работать в заведение Там С минимальной зарплатой Потому что он знает Что он знает У него есть хорошее знание У него есть хороший экспириенс И он должен работать На нормальных кухнях А вот эти ребята Которые 12 лет Работали в такси И ему все равно Что делать Там курицу переворачивали Он будет переворачивать У меня очень интересный вопрос Я тут недавно узнал Для себя интересную информацию Есть тот отель Такой знаменитый Ну не можем назвать его Но ты знаешь Беленький И я узнал уровень заработной платы В принципе То есть понимаю уже примерно К чему здесь дело идет А вот Меня очень Очень сильно Прям вот до боли Бесит И напрягает Вот эта вот разница Не разница А как правильно выразиться Дискриминация заработной платы Дискриминация На самом деле Вот я в отеле столкнулся У нас приехал Я приехал Потом после меня Приехал французский Шеф-повар Не шеф-повар Су-шеф И ну то есть Я не знаю его уровень Заработной платы И при этом Приехал еще мальчик-индус С Инди Откуда-то И я просто даже Элементарно вижу Разницу навыков Между Су-шеф-пекарем И Дэми-шеф Кондитером Да Я могу сказать Ну то есть Сразу вот вижу То есть колоссальную разницу Даже элементарно Просто в навыках Но при этом Различие в заработной плате Ну ладно Здесь должностное Но вот Есть яркий пример У меня вот в этом отеле У меня работает Очень хорошая знакомая Она работает Младшим су-шефом И у нее Заработная плата Порядка там Восьми тысяч дирхам Это уже с покрытием Проживания То есть она там Получает зарплату Где-то Пять с лишним тысяч Остальное Покрытие на жилье идет И Ровно такой же су-шеф Из Франции Получает Уже там Порядка пятнадцати тысяч Дирхам Заработную плату Она проработала Там достаточно Большое количество Времени При том что она уже Перед ковидом Увольнялась Из этого отеля Потом снова пришла И получается Снова долго Отработала Ей подняли зарплату Там то ли на пятьсот То ли на девятьсот Дирхам Когда Эспектантный срок Прошел у этих Су-шефов Их моментально Сразу же подняли До ассистент Пестри шефа И заработную плату То дали Двадцать пять тысяч Дирхам А шеф-кондитер Этого отеля Получает Шестьдесят пять тысяч Дирхам Тоже француз А француз Шеф-повар Этого отеля Получает заработную плату Сто двадцать тысяч Дирхам Вот мне интересно Твое мнение Да Все-таки у нас тоже Есть в определенном формате Дискриминация Россия-Беларусь И все остальное Как ты считаешь Есть ли адекватность В этом Дискриминировать Дискриминировать По национальности Заработную плату При том, что люди Одинаковые в навыках Ну, не секрет в том Когда ехав сюда Я прочекал эту информацию О том, что это здесь есть Условно Человек из Индии Будет получать меньше Чем человек из Беларуси А человек из Англии Будет получать намного больше Чем человек из Беларуси И это есть И это очень сильно Это видно везде У меня есть знакомый Он работает в компании На должности шеф-де-пати И у него зарплата 6 тысяч дирхам Индус будет получать 4 тысячи дирхам Это разница в полтора раза А француз к ним Недавно приехал Он зарабатывает 13 тысяч дирхам Плюс ему оплачивают жилье Причем, что работа Выполняет одну и ту же То есть, как бы Это есть везде Это не совсем правильно Если у человека Экспириенс разнится Но при этом Мне так кажется То, что человек из Франции Будет знать Ну, больше Чем человек из Индии Как минимум Он работал с другими продуктами Но Все же Это неправильно Оценивать Только Из-за национальности Нужно рассматривать Факт опыта И бэкграунда Вопрос о том Что во Франции Знают больше Возможно Даже где-то Я могу поспорить Потому что Сейчас Допустим В моей сфере В плане кондитерской Я знаю о том Что очень много Потрясающих Шоколатье Выходцы из Шри-Ланки Огромное количество И занимают первые места В международных конкурсах Поэтому На тему того Что да У кулинарной школы Франции Она все-таки сильная Она всегда оставалась сильной Потому что у нее база сильная Но все что касается дальше Вот по тем профессионалам С которыми я столкнулся Даже здесь Ну это Не то что старая школа Это вот как мы называем У себя Савдзеп У них вот что-то То же самое Того же самого формата Поэтому Блин Здесь такая Да Скользкая тема Достаточно А если бы в принципе Не эта работа И не эта профессия Есть у тебя какая-нибудь Что бы ты выбрал другое Я иногда задумывался Насчет этого Я как-то пытался Бросить общий пит И уйти в программирование Меня хватило ровно на полгода Потом я такой Типа Что я здесь делаю Вообще Пойду курицу резать Наверное Я себя не вижу нигде больше Но если бы это что-то и было Это была бы какая-то Организаторская штука Там свадьбы Корпоративы Похороны Значит что Звоните Что для тебя является Тогда В таком случае Мотивации в работе В данный момент Я наверное нет Раньше Это была мотивация Уехать куда-то Вот Дубай Это было как такое Что-то вау Наверное была Как такая цель Уехать куда-то И почему бы не в Дубай Вот А сейчас наверное Мотивация пропала И ты просто кручишься Потому что А что еще делать Хорошо Ну а если в принципе Ну все равно Тебя что-то же сейчас Сподвигает Оставаться Работать Вытерпеть Это для чего-то Почему-то Ну если по факту То чтобы уехать домой Вот Ты крутишься здесь Чтобы потом уехать домой И иметь какое-то Что-то за спиной В плане финансов Ну а дальше Ты никуда не думал поехать Дальше Ну сейчас очень тяжело Что-то задумывать Из-за всей ситуации Которая происходит у нас там Вот Ну ты даже на полгода Не можешь задумывать ничего А ну в идеале Это вернуться И поехать учиться дальше Я рассматриваю Всякие Очень много кулинарных школ В Москве С довольно крутыми шефами И хочется туда наверное В Москву Почему В Москву Почему Не знаю там Ни в Америку Ни в Францию Еще куда-нибудь Ля Курденблю Какой-нибудь Это же моя любимая тема Сколько я знаю Шеф-поваров Закончивших Ля Курденблю В России Знаешь Который Полгода опыта Но я закончил Ля Курденблю И сразу же Я шеф-повар ресторана Кто-то меня наверное За это убьет Знаю несколько Таких персон Был у нас парень Когда-то давно Он приехал Из Ля Курденблю Это все Это Китель Ля Курденблю Он приходит на собеседование В Китель Ля Курденблю Со скруткой Ля Курденблю С ножами Ля Курденблю Телефон-чехол Ля Курденблю А во лбу звезда горит Во лбу звезда горит Ему говорят Готовь Он готовит Французскую классику Все говорят Вопросов нет Его ставят на линию Чего он не может бургер собрать Он не может приготовить ризотто Ему говорят Как надо сделать ризотто Он не может сделать нормальное ризотто И таких моментов была куча Но вот ты ему говоришь Иди там нарежь вот это Он либо это сделает Он займет очень большой промежуток времени Условно Я приду нарежу это За четверть этого времени Либо он сделает это очень коряво Но зато Ля Курденблю за плечами И он работал В классных ремешленблю На должности CDP Это как бы вау Ну так вот И почему ты туда не целишься Почему не целишься? Потому что ему уровень английского Мне это не позволит сделать адекватно Я могу приехать Да Слушать эти лекции И такой Типа Понять процентов 20 И такой Типа Я был в Ля Курденблю Ну здесь я с тобой не согласен Слушай Ну это же все дело техники Да там тебе не столько важно понять Что они говорят Собственно говоря Сколько руками делать Просто вопрос в том Что Ля Курденблю Это старая школа Ну то есть у нее Кроме как эмблемы Вот этой голубенькой Больше ничего нету То есть есть другие Полным-полно кулинарных школ Которые можно поехать учиться Просто поискать надо Понятное дело Что это стоит Все не дешево Вот это второй момент Это ну Это опять же 20, 30, 40 тысяч евро Ну да Ну это прям вау Я трехмесячные курсы свои рассматривал 16 тысяч баксов стоит В Лас-Вегасе Ну я пока не Валера Ну а То есть думаешь у Валера есть такие деньги Выдохни Кто знает Так и все-таки значит Возвращаясь к вопросу Как тебе во всем этом удается Сохранять мотивацию Или это для тебя безусловно Любовь к своей профессии Это стопудово безусловная Любовь к моей профессии Но раньше мотивация заключалась В том чтобы Во-первых куда-то уехать Во-вторых Получать крутой фидбэк Это очень важно в нашей профессии Когда ты можешь поговорить с гостем И услышать у него Там Спасибо Это было классно Мне все очень понравилось Там вот эти сочетания Это прям вау Ну и опять же Была очень крутая мотивация Когда всякие проработки И ты там вкидываешь Какую-то шефу Там давай вот это сделаем Он такой давай Мы всегда были в хорошем контакте С моим шефом И ты говоришь Давай сделаем Вот это вот это вот это Он говорит Давай вот это вот это вот это Мы делаем Это получается вау Мы получаем фидбэк От поваров Это вау Мы получаем фидбэк от наших руководителей, что это вау, и мы получаем фидбэк от гостей, что это вау. И вот это такое, типа, вот ради этого стоит работать. Хорошую тему затронул, даже две. Вот насчет фидбэка от гостей, то есть ты считаешь, что это все-таки важно повару знать, получать фидбэк от гостей? Ну, я сейчас, наверное, поступлю немножко лицемерно, но если это положительный фидбэк, да, это круто. Но если это отрицательный фидбэк, и ты понимаешь, что гость не имеет никакой почвы для этого фидбэка, то это неинтересно. Ты спускаешь мимо ушей и идешь дальше. Ну, а если это формат того, что приходит... Ну, вот есть же обычно в нормальных, хороших ресторанах, в частности, конечно же, опять-таки же Мишлен, когда есть собрание перед рабочим днем, и когда там обсуждаются все положительные и отрицательные отзывы. Это стоподово должно быть. Но вопрос в том, как вы будете реагировать на эти отзывы. Я знаю одного шефа, который после первого негативного отзыва из разряда десерт, и там присутствует чили, гостю стало остро. И он такой, все, убрать десерт, убрать чили, все это, все ужасно. Мне что-то это напоминает. Это случайно... Не знаю, не знаю. Не у нас же было, когда был десерт чоколад пати. Да-да-да. Туда отсылочка. Которым Настя тогда еще угорала. Туда отсылочка. А когда ты можешь получить фидбэк, что это остро, ты проработаешь это еще раз, гости это попробуют, дадут тебе там три положительных фидбэка на один негативный, и ты понимаешь, что ну это не стоит вообще твоего времени. Ты идешь дальше, ну для чего это? Хорошо. Вот ты тут еще поднял хороший интересный вопрос. Вопрос творчества, о том, что создание блюд. Вот в кондитерском деле можно сказать, сколько творчества. То есть ты там творишь, пейзажи создаешь, скульптуры лепишь, еще что-то. Что для тебя творчество в твоей работе? Потому что ты там, не знаю, бургер как-то по-новому собрать, салатик положить на место сыра, сыр на место салатика. То есть ты же там, не, конечно, можешь лепить пирамиду из бургеров, я не знаю. Ну это такое немножко узкое мышление в плане пирамиды из бургеров, либо салатик на сыра, сыр на салатик. Мы тоже делаем пейзажи, мы тоже делаем скульптуры, только в тарелке. От того, как ты махнешь ложкой соус, и куда ты положишь стейк, это, ну это тоже визбл, это вот то, что ты видишь, это очень сильно играет роль. Как в принципе, только мы не только едим глазами, у нас же работает еще много чего, у нас работает нос, у нас сработают вкусовые рецепторы, и ты там тоже играешься. Какой процент из ста, допустим, визуализация в блюде решает конечный результат, конечный фидбэк гостя? Это очень обширная тема, это очень обширный вопрос, и существует даже книжка, называется «Гастрофизика», где как раз-таки рассматриваются влияние фидбэка гостя к блюду не только со стороны визуального, а также запаха из всего вот этого. Но процент очень большой. Визуально там это процентов 60. Достаточно много. Это очень много. Хорошо. А вопрос к клиенту. Вот как ты смотришь на то, что спрос рождает предложение или предложение рождает спрос? При создании какого-либо меню, при выборе ингредиентов и всего остального. Предложение рождает спрос. 100%. Предложение. То есть, грубо говоря, то, что ты создаешь, запускаешь, и потом как это работает для тебя? Ну, это либо становится я пришел на смену. Я работал в сети, ты уже понимаешь, что тебе надо сделать, как тебе надо сделать, и ты уже все расписал. Смена началась. Я задержался немножко на вечернюю смену помочь отдать сервис, и наступает момент, это было в отеле, и не вышел ночной повар. Он просто не вышел, он заболел, его забрала скорая, и там что-то звонок ему, он такой, я в скорой, мы такие, капец, что делать. Стою я, стоит шеф, и я такой, типа, ну давайте я встанусь. Я остался на ночную смену, я отдал завтраки, и еще человек, который должен был прийти в утро, он задерживался на несколько часов, там что-то поликлиника, больница, и мне еще пришлось открыть смену. В следующий день я тупо весь спал, но такое было. И как это? Как что-то почувствовал после этого? И какой-то фидбэк ты получил с вашего адреса, на твой поступок, на твою инициативу? К сожалению, кроме спасибо, что сделал это, ничего не было. Ну, типа, спасибо, и это такое было мимолетное, как доброе утро. Вот. И что почувствовал? Усталость жесткую такую, ну, там мозг уже отключался просто. А что ты считаешь, вот если бы ты руководителем был, у тебя сотрудник так сделал, что бы ты сделал? Ну, спасибо бы точно не обошлось, это как минимум какая-то материальная поддержка, не только спасибо. Ну, а если нет возможности от отеля сделать материальную поддержку? Ну, блин, ну это такая жесткая галочка. И в следующий раз, когда там что-то будет происходить, ну, опять же, это можно отплатить позже. Как бы я не говорю, что вот надо конкретно в этот день прийти, дать тебе там 10 долларов, сказать спасибо. Это можно сделать позже, все зависит от того, как ты это сориентируешься. Ну, то есть для тебя мои материальные награды в плане денег, это все же будет преимущественно? Ну, в тот момент, когда я там работал, я думаю, да. А сейчас? Ну, сейчас я бы, наверное, взял какими-то знаниями. Интересно. Если, ну, а если человек не может, да, я бы взял материальное и потратил это на знания. Очень классно сказано, конечно. И что значит для тебя тогда ненормативный график? Ну, это вот 10, 12, 14 часов. Ну, ты приходишь на работу, ты знаешь, что ты сегодня уйдешь, но когда ты уйдешь, ты не знаешь. И, наверное, к счастью, к сожалению, это частая проблема в СНГ странах. Там, где, ну, ты работаешь, пока работаешь. И как ты вообще к этому относишься? Насколько ты считаешь это правильным? Я знаю, есть несколько позиций. Это не совсем правильно. Но если человек этим горит, и его это устраивает, то почему бы и нет? А тебе не кажется, что если кто-то горит, а кто-то не горит, то это происходит как демпинг определенный? Если один это делает, значит все должны делать. Это все зависит от руководителя, как он это выстроит. Окей. Интересно. Это очень интересный вопрос, потому что последние 9 месяцев я работаю за графиком 6-1, 13-1, 12-1, 11-1, и выходной всегда один. И он тратится совершенно по-разному. Вот было там месяца два, когда я был в таком жестком, ну, не скажу, что депресснике, но в переваривании того, что вообще происходит. И мой идеальный выходной был из разряда проснуться, отлежаться целый день и заснуть. Вот это было для меня идеальный выходной. Сейчас для меня идеальный выходной – это проснуться и куда-то сходить, как-то развеяться. Вот не знаю, на прошлой неделе я в основном сходил в аквапарк, я кайфанул от этого. Потому что какие-то новые эмоции, что-то новенькое, там поржали, посмеялись. Но это уже классно. Ну, один из интересных вопросов, кстати говоря, который задают мне ребята, кто-то, кто пишет мне в инсте или еще что-то. Что такое, возможно ли, точнее даже как, не знаю, как правильно задать его, это вот личная жизнь в общепите. Насколько это возможно? Это невозможно в нормальном понимании у людей личной жизни. Это не тот момент, когда ты в 6 часов вечера говоришь всем до свидания и уходишь из офиса домой. Приходишь к жене, обнимаешь жену, садишься, смотришь телевизор, условно. Вот, это не та история. Это все зависит от женщины, мне кажется, в этом плане. Но от твоего спутника. Насколько она будет это терпеть? Потому что очень много пар расстаются после того, как ты говоришь, извини, я не могу в субботу пойти на держание к твоей маме, потому что заболел повар, и мне надо выйти за него. Как бы у нас это вот, опять же, вернемся к тому, что это бешеные графики, это опять фиг пойми, когда у тебя выходной, и он постоянно скачет, и тебе постоянно надо кого-то перекрывать. Там все будет зависеть от спутника. Ты думаешь, возможно, по этой причине многие в общепите друг друга и находят? Ну, опять же, многие расходятся из-за общепита. Ну, это получается, что? У тебя выходной в среду, у нее выходной в четверг, вы видитесь 2 часа утром. И, ну, это тяжело. А то еще, если хорошо, что смены у одного дневные, у другого ночные. Тогда вообще отлично. Фестафету передали и погнали. Видишь ли ты себя вообще шефом? Я много думал об этом. Я думаю, да, это как такой этап. Ну, на этом не закончится. Типа, не будет такого, что я там стану шефом и такой, типа, класс, я шеф, все, работаем шефом до конца жизни. Это будет просто этап. Как и сейчас, этап линейного повара, это тоже этап. Он когда-то закончится. Но ты же сейчас не линейный повар. Ну, это такая переходящая в менеджерскую историю. А что для тебя конечный этап? Мне всегда было интересно кого-то как-то обучать. Но чтобы обучать, нужно очень много знать. Ну, и, скорее всего, конечная точка – это какое-то обучение. Быть шефом, который преподает – это идеально. Ты же понимаешь о том, что нет предела идеалу. Потому что учиться можно бесконечно. Потому что постоянно что-то меняется. Зачастую на все новое, хорошо забытое, старое. Но, понятное дело, что, как это я люблю рассказывать, там украли антисковороду парфюмов, там дегидратор, там еще у кого-то что-то. И вот так вот все новое-новое придумывают. Так это и есть. А свое заведение? Ну, там точно шефом не будешь. Окем. Ну, ты можешь быть кем хочешь. Ну, да, но там работать поваром, там будет невозможно. Там будет слишком много других вопросов. Ну, да, но это все зависит от того, как ты их делегируешь. Нет? Ну, я не вижу такого, что у тебя есть свой ресторан, и ты там работаешь шефом. Это какой-то анриэл немножко. Вот ты рассказывал про выгорание. У тебя было выгорание, когда ты сюда приехал, да? И проработав здесь какое-то время, ты пытался для себя многое переосмыслить. Как ты вообще с этим справлялся, и что тебе помогло, в принципе, пережить это все? Потому что я сам, вот, пожалуйста, недалеко ходить не надо, полгода вот так вот на кровати пролежал. Ну, там было довольно много сложностей, и одна из сложностей была с тем, что я переехал. Я, там, 20 лет жизни жил с семьей, и тут, как бы, ты сепарация, до свидания, и за 4000 километров добрый вечер, я диспетчер. И вот в этом была проблема. И проблема то, что английский язык, здесь совершенно другой менталитет. У меня английский, ну, такой, типа, 50-50, 20% understand. Вот, и там была в этом же проблема. Ну, эта проблема начала искреняться тем, что я начал больше понимать, я начал как-то учить язык, и это становилось как-то легче, легче, легче. И в один момент я проснулся, поставил себе цель, и все, и просто теперь иду к ней. Теперь выгорание, как бы, ну, нет. То есть, получается, цель, ты себе поставил цель, и цель тебя мотивировала. И сейчас тоже. Как бы, цель довольно глупая, но она есть. Вот, на твой взгляд, как часто стоит менять место работы? Ой, в этом я вообще профессионал. За 4 года работы я поменял 5 рабочих мест за 4 года. Как бы, люди по 5 лет работают в одном месте, я уже 5 сменил. Для меня это вообще не проблема. Вопрос идет к человеку, как он готов быстро адаптироваться к новому месту работы. Как бы, у меня история была немножко сложная, она была осложнена коронавирусом, и это было не потому, что я такой, типа, о, все, надоело, пойду дальше. Вот, а это было из-за коронавируса. Вот. И кто-то может 5 лет работать, кто-то может 6 лет работать, кто-то может только 2 года работать. Ну, как по мне, 2 года – это вот такой, типа, самый топ. Ты взял все, что надо было, ты дал то, что ты смог дать, и идешь дальше. Ну, я тебе открою страшную тайну, что до 25 лет, начиная с 15, я с 15 лет общепития, я менял работу каждые полгода, каждый год. Ну, это нормальная история. Когда я потом уже пришел шеф-кондитером, ну, то есть уже начал расти все выше по должности, я понимал, что нет, я уже не могу так скакать, но многие работодатели мне задавали этот вопрос, типа, а почему это у вас, типа, такие скачки в резюме? Я сказал, на что я говорил, ну, я пока молодой, больше хочу увидеть, больше хочу узнать, почему нет. Это правильно. Буду старше становиться, тем уже буду где-то оседлее сидеть, ну, то есть другого варианта обучения у меня нет. Потому что, вот, допустим, я тоже пытался учиться, когда я начинал работать, я все пытался найти, прибиться к кому-то, какому-то профессионалу очень классному, у нас тогда тоже было очень много конкурсов, в Питере, в Москве и все остальное, и были даже многие шеф-кондитеры, к которым я приходил, меня кто-то протежировал из моих мастеров, кто тоже когда-то их растил, так же они сейчас нас растят, растили, и, ну, мне не понравилось вот это вот, когда я прихожу вместе с мастером, допустим, по обучению, и на меня там смотрела Полина, как сейчас ее имя помню, наверное, с тех пор так я имя Полины ненавижу, и он так посмотрел на меня, знаешь, как на нечто мягкое и теплое, и такая, кто это вообще, чем он талантлив, и все, я говорю, пожалуйста, я готов бесплатно учиться у вас, бесплатно работать, только научите меня с нуля, но у меня этого не сложилось, я вот до сих пор примером могу вспомнить только одного руководителя за всю свою жизнь, ну, ладно, двух, есть у меня еще один немец любимый, его я не могу никак забыть, но, в принципе, то есть, как шеф-кондитер, у меня есть один образец для подражания, до сих пор, спустя 16 лет, он у меня до сих пор так и есть, и это странно. У тебя, кстати, есть вообще образец для подражания? Если смотреть с менеджерской точки, то их двое. Если смотреть с кулинарной точки, как какого-то творца, их тоже двое, но это разные люди, как бы они не пересекаются. Мне кажется, довольно сложно быть крутым поваром и одновременно крутым менеджером. Там по-любому что-то будет преобладать. Вот это, кстати, хорошая тема ты поднял. И как оно вообще? Что важнее у шеф-повара? Там должно все балансировать, но... Ну, как бы в идеале 50-50, но ты не придешь к этому 50 на 50. Но это очень тяжело. И как часто ты встречал хороших менеджеров? Вот в моей жизни их было двое. За пять лет? За четыре. За четыре года. За четыре года. Очень интересно. Как вообще окружающий реагирует на твою профессию? Ты кто? Я повар. О, классно, приготовишься. Иди в пень. То есть у вас у поваров та же самая тема, да? Абсолютно. А сделаешь скидку? А у меня банкет. А у меня свадь. А приготовил? А я тебя позову стопуду. У меня любимое больше всего это триггер, когда у этой тортики печешь. Говорим, тортики не пекут, друг мой. Это тоже... Я сейчас не думал, что у вас в поварстве тоже такое есть. И что самое безумное тебя просили приготовить? А давай ужин, как вмешление, только из продуктов, которые есть в моем холодильнике. А там морковка, свекла и курица кусок. В этой профессии вообще имеет значение должностная статусность? Смотря для чего? Ну, для авторитета. Если ты придешь и такой, типа, привет, я Никита, и я шеф-повар, или там, привет, я Никита, и я повар, разница, конечно же, будет. Но смотря для кого тебе нужно подняться. Но ты когда представляешься друзьям, знакомым, с кем ты знакомишься, или с девушками, как ты представляешь? Ты говоришь, что ты просто повар? Да. То есть там должность не называешь? Вообще все равно. Ну ладно, поговорим через несколько лет, когда шеф-поваром станешь. Как ты будешь тогда запивать? Ну ладно, там, скорее всего, так и будет. Типа, я шеф-повар. А, значит, то есть важна все-таки статусность? Ну, лишний раз там поднять эго. Не знаю, я всегда говорю, что я просто кондитер. А там дальше интригу твою. Так ты уже не шеф. Ну а, спасибо тебе большое на этом. Утопил, так утопил. Как ты вообще думаешь, из последних вопросов, один задам тебе, возможно ли эту профессию перевести на удаленку? Сто процентов нет. Почему? Ну, даже банально, если ты занимаешься какой-то компьютерной работой, тебе нужно находиться на кухне. Потому что всегда возникают какие-то вопросы. Условно ты делаешь переучет, ты его вносишь в какую-то базу, и ты такой, блин, а что он написал? Типа, пойду, посмотрю, что это такое. Ты мне тут подруга недавно, она сидит, работает как раз на удаленку, перешла, работает в сети гипермаркета, присылает мне фотографию сливок, типа перебитых. Энгет, Валера, какие-то растительные сливки, как ты думаешь, типа, что вообще с ним могло произойти? Я говорю, ну я говорю, не знаю. Я говорю, нужно смотреть весь технологический процесс, как их избивали, то есть что как. Потому что, возможно, их просто перебили, а возможно, они были испорчены во время хранения, то есть, с ним неправильно хранились, и все. Ну, а как ты относишься вообще к вот этой эстафете роботов? Ну, есть какие-то роботы, которые там что-то, какие-то роллы крутят, или кофе варят, но это не обойдет человек. Почему? Хорошо, предположим, что есть робот, который собирает бургер. Ты приходишь такой, так, у меня аллергия на глютен, у меня аллергия на лактозу, он тебе пересоберет бургер, сделает безглютеновую булочку, и там уберет какой-нибудь соус, там сырный условно. Но, когда ты приходишь к человеку, говоришь, вот я хочу сейчас что-то солененького, немножко с кислинкой и свежего, как бы это как с барменом работает. Но робот не обойдет, он не сделает тебе такое. А как же все эти интерфейсы, интерактивный интеллект и все остальное? Ниры сети, которые вот сейчас корзины, картины рисуют, музыку уже начали писать. Но мне кажется, к нам это не дойдет. Абсолютно. Ты просто не хочешь в это верить? Возможно. Ну, я думаю, лет сто это минимум еще, как бы я еще поработал. Слава Богу, мне меньше. На какое предложение в профессии ты бы никогда не согласился? Или в каком месте работать, или на какое предложение вообще? шефом в какой-нибудь подвальчик в ресторане, где кухня размером 3х3 и у тебя два повара. не, спасибо. А как же Ко-Ко-Ко-Ко? Известный питерский ресторан, который начинал с подвальчика. Игорь Гришечкин, знаешь такое имя? Да. Ну вот он начинал с этого подвальчика. Ну это же единицы. Чаще всего это заканчивается на трех бургерах, пяти картошках фри, а потом еще начинаешь в духовке пиццу делать. А как твое отношение вообще по поводу того, что многие сейчас шеф-повара отказываются от Мишлена? Ну сейчас Мишлен не тот. Ты очень хорошо сказал. Как бы раньше это было вау, это был престиж. А сейчас, ну после российского Мишлена, извините, ну это там чем тебе российский Мишлен угодил, я не знаю. Он же должен был рано или поздно прийти на тот континент. Стопудово, но он должен быть более объективным. Есть много интервью со всякими рестораторами и шефами, которые разговаривали на эту тему. Я не смогу объяснить все в таких же красках, как они. Далеко не будем ходить. Девушка получила рекомендацию Мишлена. Она переезжает в Дубай и начинает работать в небезызвестном отеле в районе Мал оф Эмирес. Да, знаю ее. И у нее был ужин с индусским шефом. Это был типа тим ужин в два шефа. И она ведет истории, ведет истории, и в определенный момент она такая, вот я борщ приготовила. Я смотрю на этот борщ, а там просто щи. Ну борщ он даже не красный. И капуста там, ну вот такая. Она, ну как мой большой палец по толщине. И я ей пишу комментарии, что-то в директ, говорю, ну что-то борщ какой-то менее красный, чем должен быть. На что я получаю ответить, не учи меня готовить борщ, мальчик. Я пишу со второго аккаунта, это же. Я попадаю в бан, второй аккаунт попадает в бан, аккаунт закрывается, потому что, как я понимаю, там был далеко не один такой комментарий. Но она получила рекомендацию Мишлен. Вот поэтому я работу не получил вместе с ней, потому что мне нужен был шеф-кондитер, а я и плавился туда. У меня закрылся аккаунт, а это, оказывается, все из-за тебя. Все понятно. Ну то есть ты считай, а в принципе любая какая-либо премия, вот если бы ты открыл свое заведение, ты бы стремился получить какую-либо премию? Ты бы стремился выйти на какую-то статусность? Или что для тебя важнее было бы в твоем заведении? Знаешь, мне кажется, тут вопрос немножко схож с зарплатой. Вот люди, есть люди, которые работают ради чего-то материального. Деньги, слава, слава нематериальная, деньги, награды, а кто-то просто работает хорошо, и это все к нему приходит. И в мое понимание, скорее, я бы просто работал хорошо, и если премия приходит, она приходит, это круто. Но я, допустим, знаю прекрасные примеры, когда премия приходит и говорит, вот нам нравится ваш ресторан, но мы вам не дадим ее. Типа, если вы хотите, типа, заплатите. Для чего вам не платить? Чтобы вы сказали, что я классный? Да. Я приготовлю вкусное блюдо, мне пять гостей скажут, что я классный. А как тебе вообще отношение вот эта вот тема сейчас, которая развивается здесь в Дубае? Типа, ресторан еще не существует, его только собираются открывать, а уже сразу открываются с двумя звездами Мишлена. Не вникал. Не слышал такие примеры. Вот. Я слышал. Это бред. Ну, Мишлен, насколько знаю я, количество звезд Мишлена в стране зависит от количества проданных покрышек Мишлена. Но это не шутка, это правда. Давай, я тебе сейчас загадаю квиз, а ты... Ну, тут в основном одно из двух надо выбрать, но если что-то, то определимся. Учить или учиться? Учиться. Вкус или обоняние? Вкус. Пешком или на машине? Пешком. Кофе или чай? Кофе. Утро или вечер? Ночь. Достичь мастерства или быть счастливым? Мастерство. Деньги или авторитет? Деньги. Растить профессионалов или быть самому звездой? Быть профессионалом. Повар с улицы или Мишлен? Повар с улицы. Хорошо. Последний вопрос тебе задам. Очень интересный. Возвращаясь к тому, собственно говоря, с чего мы начали. Что бы ты пожелал, вот если бы ты как профессионал оказался 1 сентября на линейке, у юных вот таких вот молоко на губах не обсохло, что бы ты им пожелал или посоветовал в этой профессии спустя своего опыта? С моральной точки зрения не падайте духом, все будет нормально. Главное, горите, не тухните, а с материальной точки выбейте нормальное себе место для практики. Это 95% лично моего успеха. Я успешный. Успех. Я в Дубае. Отлично. Спасибо большое. Спасибо.